Станислав Лен Сумма технологии Я в прошлый раз начал рассказывать о виртуальной действительности Как я уже сказал, Лен пользовался другим словом Поскольку писал свою книгу 50 лет назад И еще не знал этого слова У него это фантоматика, фантоматическая действительность Но не в словах дело Дело в том, что он нам показывает И вот я закончил свой разговор на том Что человек, оказавшийся в этой реальности Виртуальной, то есть не настоящей Он начинает путать Где настоящая реальность То есть вышел он из этой фантоматической действительности Или там остался Лен высказывает такую мысль Что вот эта вот фантоматика Ну, буду пользоваться сегодняшним термином Виртуальность эта Открывает огромные возможности Откроет у него в будущем времени Открывает огромные возможности перед человечеством Ну, я уже говорил о том Что летчика можно обучать летать на самолете В этой виртуальной действительности Там на машине человека ездить Или там какого-нибудь специалиста В очень сложных вещах Там должен работать на каком-то станке Приборе с каким-то оборудованием Где одна элементарная ошибка Может повлечь за собой невероятные последствия Ну, скажем, он там сидит перед щитками И управляет ядерной электростанцией Или мы завтра собираемся космонавта отправить в космос Как его заставить пережить Все то, что он будет переживать там на Земле Вот погрузив в такую реальность И все это сегодня осуществляется Но Лем уже тогда видел и опасности этого С одной стороны, он говорил, что это, конечно, огромный шаг вперед И человечество его наверняка совершит А опасности вот какие Вообразите себе Вас подключили Вы сидите вот в таком аппарате И вы там, как я уже сказал Программа может быть составлена самая различная Она реагирует на все ваши движения, пожелания Как я уже сказал Шлем на голове надет И фиксирует какие-то там электротоки Что-то происходящее в вашем мозгу Я сейчас не хочу забираться в детали Как именно это осуществляется Важно то, что компьютер находится В непосредственном контакте с вашим мозгом С вашими мышцами на всем теле То есть буквально вот все, что вы есть Вы контактируете с этим компьютером Там заложена соответствующая программа Которая откликается на каждое ваше действие Ваше пожелание Вы можете хотеть путешествовать там В дебрях Амазонки Или взбираться на египетские пирамиды Или на пирамиды ацтеков в Южной Америке Все это будет происходить, пожалуйста Вы захотели встретиться с каким-то человеком Пожалуйста, этот человек здесь присутствует С Альбертом Эйнштейном, пожалуйста Альберт Эйнштейн сидит напротив вас И вы можете с ним разговаривать Но Вы там находитесь какое-то время А ваш организм, вы все-таки биологическое существо Ну, элементарно Возникает желание пить, да? Жажда возникает Возникает чувство голода Что любопытно Вы можете удовлетворить эти желания Вы можете там зайти в киосок Или в бар Или в кафе Купите бутылку кока-колы Или там какого-то сока Или просто подойти к колодцу И вытащить оттуда ведро с водой И напиться И опять же В силу вот всех тех вещей О которых я говорил У вас возникнет ощущение Что вы удалили Ваше чувство жажды То же самое произойдет с голодом, да? Вы и чувство голода удовлетворили Но это виртуальная действительность А на самом-то деле этого не произошло И если вы из этой виртуальной Фантоматической реальности не вышли То с вашим телом могут приключиться неприятные вещи Просто, ну, не буду рассказывать Что происходит с человеком от голода Или если он слишком долго Не удовлетворяет чувство жажды Поэтому, рассуждает Лен Если уже до этого дошло То, очевидно, надо будет этого человека подключить Ну, как в больницах сегодня, да? Вы знаете, если привозят туда человеку Вот, скажем, обезвожение у него Ему делают капельницу И поступает раствор прямо в кровь И таким образом обезвожение снимается Ну, очевидно, каким-то похожим образом Можно и вводить в человека другие всякие компоненты Чтобы вот удовлетворять чувство голода Но все эти вещи надо предусмотреть И если вы их не предусмотрели То, может быть, очень печальная развязка Ну, это, как я говорю, вот, ну, что ли Положительный аспект С соответствующими комментариями Вот погружение в такую виртуальную действительность Лем потом в своих статьях, в журналах писал Что он уже тогда видел и негативные аспекты Но старался по возможности о них не говорить Поскольку, как пишет он, человечество так устроено, к сожалению Когда совершается какое-то великое открытие Когда мы обретаем какую-то новую возможность Которой у нас не было Как правило, к сожалению Ее сначала используют во зло и только потом на пользу Ну, классический пример Когда человек постиг, как добывать и извлекать энергию атома Не буду вам рассказывать, что в первую очередь сделал человек Он в первую очередь сделал атомную бомбу А только потом началось, что вот, можно построить атомную электростанцию Что можно построить двигатели Вот соответствующие, тоже извлекающие эту энергию из атома Но сегодня существуют, вы знаете, и корабли, и подводные лодки с такими моторами А вот с этой виртуальностью Что можно плохого сделать с ней? Оказывается, можно И Лем в одной из своих статей в журнале ссылается Что вот какому-то автору уже заказали книгу Такого полунаучного содержания Он должен будет там написать А как построить фантомат так Ну, фантомат это лемовская терминология Вот такой виртуальный аппарат Так, чтобы, скажем, человек мог Ну, назову вещи своими именами Удовлетворять свои сексуальные потребности А, оказывается, не надо больше ходить в соответствующие заведения Там, к женщинам А ты вот входишь в эту виртуальную действительность И перед тобой, как я уже сказал Появляется там мисс света, мисс планеты И ты делаешь все, что ты хочешь Ощущения будут стопроцентными А интернет Не буду вам про него рассказывать Во что он сегодня превратился Я уже не говорю о том, что там масса ложной информации Путешествует Не знаю, специалисты подсчитывали Считают, что чуть ли не до половины интернета Забито порнухой Ильям это тоже предвидел Что вот как-то так оно будет А еще он рассуждал о том Что как только возникнут такого типа аппараты Которые будут осуществлять связь по всей планете И возникнет возможность общаться Вот таким образом человек может Ну, что я вам рассказываю Сегодня все мы знаем Сидишь перед экраном компьютера И разговариваешь с другим человеком Который находится вообще на обратной стороне земного шара А туда начнут влезать всякие плохие люди Которые будут все это портить Ну, Лем не говорит запускать вирусы Ну, как-то не додумался он до этого словечка Но о том, что можно испортить эти программы Сделать какую-то гадость Причинить людям неприятности Об этом он догадывался И косвенными намеками об этом говорит А, естественно, сегодня в журнале он об этом говорит уже в открытой Ссылается на те места в своей сумме технологии Где высказывал такие предположения Естественно, начнутся всякого рода защиты И начнется вот точно та же ситуация Которая происходит Ну, перенеситесь на поле военных действий Да? Один изобретает танк Другой изобретает ракету Как пробить броню этого танка Потом те, которые сделали танк Изобретают броню, которую эта ракета пробить не может Или какой-то аппарат, который отводит эту ракету Чтобы она в танк не попала А те, которые изобретают ракету Придумывают ракету Которая игнорирует эти все отводки То же самое с самолетами везде То есть все это переходит, к сожалению Вот в те же отношения межчеловеческие Которые мы с вами хотим мы того или нет Сегодня наблюдаем Да что я вам буду говорить Сколько сегодня на земле происходит конфликтов Сколько войн идет непрерывно Всегда То есть едва ли кто-нибудь из вас Может назвать такую минуту В истории человечества Когда где-то кто-то кого-то не убивал Когда-то мечом, там, из лука, стрелой А сегодня, вон, из автоматов, пулеметов Ракетами и прочее И, естественно, все это не с неба падает Задумаемся, что такое вирус в компьютере Он что, сам зародился? Нет, кто-то посидел, поломал голову И его запустил Зачем? А очень просто Ну, во-первых, просто приятно Есть такая категория людей Кому-то сделать плохо, да? А есть и чисто прагматический расчет Вот я запущу вирус Сломаются какие-то там компьютеры Выйдут из строя Значит, кому-то, моему приятелю Или соседней фирме Теперь будет работа Их исправлять, там, восстанавливать программы Помните замечательный фильм Чарли Чаплина «Малыш»? Ну, у Чаплина это вообще блестяще Когда он с утра выходит на работу Он, Чаплин, стекольщик, он вставляет стекла А малыш, ну, мальчик, с которым он там живет, да? Делит кровь Вместе с ним выходит на работу Только он несет с собой не стекла, а рогатку И вот он из рогатки бьет стекла Тут же возникает крик, шум, как так И приходит человек, говорит, ну, так, но выбили Надо вставить Значит, вот у папаши, у Чарли Чаплина есть работа Принцип остался И чудесно его Лев видел и понимал, что это так будет И здесь мы с вами подходим к ситуации Проблемный, проблема которого человечество по сей день не знает, как разрешить Помните, мы говорили о контактах с высшим разумом, с инопланетным разумом Про Солярис мы с вами говорили Как человек может договориться с иным разумом Если человек с человеком договориться не может И вот, наверное, пока эта проблема социальная, психологическая Не будет решена Вот эта вот эволюция, которую прозревает Лем И которую, как вы видите, предсказал нам за 50 лет До того, как мы стали все это наблюдать в реальности, в нашей Пока эта проблема не будет решена Ни о каких межгалактических, межзвездных, межпланетных контактах Наверное, просто и думать не след Поскольку настолько несовершенен человек Что он может ожидать от этого сверхразума Который, я надеюсь, Лем на это надеется Перешагнул вот этот рубеж Что у него, наверное, все-таки гуманное начало взяло верх Вот над всеми этими мелкими гадостями Которыми мы отравляем свою жизнь И здесь я выйду на тему О которой поговорю в следующем клипе О футурологии как таковой Поскольку книгу о сумму технологии Пытались впихнуть в прокрустово ложе вот этой футурологии Которая возникла, ну, буквально в то же время Чуть позже, после того, как Лем написал эту книгу И я должен сказать, что к футурологии как таковой Лем относился очень и очень плохо Но вот почему плохо И почему он не разделял взгляды вот этих футурологов Мы давайте поговорим в следующий раз А сейчас я прервусь И до следующей встречи Всего хорошего